Значит, мы с вами должны сейчас разобрать вопрос, связанный с одним из аспектов ведения управленческого учета в ряде программ 1С. Это программы управленческого учета. Ну, каких-то из них несколько шире, конечно, функционал, но в первую очередь это программы управленческого учета. Это такие программы, как 1С управление торговлей, 1С ERP, 1С комплексная автоматизация. В принципе, все, что я буду вам показывать, это все вполне актуально для всех перечисленных конфигураций. Значит, о чем мы с вами будем говорить? Наверняка вы сталкивались с тем, что в каких-то компаниях есть некая контора, обладающая структурой, обладающая более или менее целостной иерархией, более или менее целостной коммерческой политикой. Но при этом данная компания обладает несколькими юридическими лицами. Понятно, что в ряде случаев подобная ситуация связана с какими-то творческими подходами к ведению учета, но на самом деле бывает ситуация, когда это совершенно чистая, прозрачная ситуация. Скажем, те или иные юридические лица могут быть носителями каких-то лицензий, которые ограничивают возможность их деятельности на определенной территории. То есть само по себе вот это вот несколько юридических лиц, это вовсе не обязательно что-то такое серое или черное. Ну и соответственно, для нас управление торговлей, мы будем говорить в первую очередь о ней, она обладает возможностью ведения учета в разрезе нескольких организаций. И я напоминаю вам, кто был на управлении торговлей первый уровень, кто вообще сталкивался с этой программой, я вам напоминаю, что у нас здесь есть вот такой вот справочник организации, которые позволяют ввести сведения о нескольких организациях, которые у нас существуют в нашей компании. И учет по всем этим организациям будет вестись в одной базе данных. Ну у нас уже есть здесь база чуть-чуть заполнена, у нас уже есть здесь орион. И я создам еще одно юридическое лицо для того, чтобы показать вам, какие эффекты здесь могут возникнуть. Это лицо будет называться Альтаир. Я не буду сейчас определять, что это такое. О, алло, несу сейчас. Значит, нам важно показать, что это у нас юрлицо. Важно показать, что у него есть какой-то префиг, для того, чтобы там раздельно велись документы. Вот, и еще одна, и еще один есть аспект. Мы обязательно должны указать коммерческую политику, она будет, учетную политику, она будет та же самая общая. Напоминаю вам также, что деление на юрлицы, деление на организации, никоим образом не связано с делением по складам. У нас в компании есть склад, который называется основной склад. И обе эти компании, они будут работать вот с этого самого основного склада. То есть тут никаких отличий не будет. И на одном складе будут лежать товары, которые принадлежат разным юридическим лицам. Это не есть противоречие. Так, с чем связана вот такая особенность учета? Дело в том, что в принципе, в принципе, нам никто не запрещает вот эти же самые Орион и Альтаир внести как партнеры. То есть они могут быть еще и в списке поставщиков. Но тогда получится не очень красиво. Почему? Потому что мы должны будем оформить продажу. Потом, с другой стороны, оформить закупку. Это внесет определенные нюансы в наш финансовый результат. Хотя вы прекрасно понимаете, что если, скажем, Орион купит где-то товар, потом этот товар продаст Альтаиру, потом Альтаир продаст еще кому-то. В рамках компании в целом, эта операция есть не что иное, как продажа кому-то и закупка у кого-то. А вот эта внутренняя коммерческая операция от Ориона к Альтаиру, она вообще-то никакой прибыли, никаких затрат нам не создает. Она условная. Поэтому фиксировать вот такую продажу от одной организации, от одного юрлица к другому обычными способами, это не совсем правильно. Каким образом мы можем поступить в данном случае, как это вообще выглядит в программе? Ну, давайте я, во-первых, проверю. Ну, вот, что мне нужно сделать, чтобы включить такую возможность, я вам, значит, обращаю внимание, что у нас есть такая настройка передачи товаров между организациями. Для того, чтобы реализовать такую особую операцию, мне нужна вот эта вот галочка передачи товаров. У меня сейчас, насколько я помню, на складе что-то лежит. Давайте посмотрим, это что-то. Мы видим, что у меня на складе есть Xerox, да, и у меня на складе есть 8 принтеров Epson, которые я, по идее, могу продать. Вот, но вот сейчас я посмотрел отчет ведомость по товарам на складах, это в разделе склад и доставка, но у меня в разделе финансового результата контроллинг есть еще аналогичный отчет ведомость по товарам организации. Если я этот отчет посмотрю, я что увижу? Я увижу, что вот все эти товары, принтер, Xerox, они все не просто на основном складе, они еще принадлежат Orion. Вот, то есть получается, что Orion их может продать, а Altair не может. Давайте мы это проверим. Оформим продажу, документы продажи. Создаем реализацию. Ну и у нас уже есть контрагент бета. Соглашение, это неважно какое. Обратите внимание, Orion, основной склад. Добавим принтер. Epson, он у нас есть, одна штука. Вот, и я сейчас попробую сразу же в статусе реализовано провести эту реализацию. Автоматические скидки, ну, пускай рассчитаются, сумма предоплаты не совпадает, корректировать не буду, предоплаты у меня не будет, и вы видите, что реализация у меня провелась. То есть получается, что этот принтер, Orion, и может продать. Это правильно, это так и должно быть. Поменяем Orion на Altair и попробуем перепровести эту реализацию. Мне снова говорят про сумму предоплаты, я снова говорю, что корректировать не буду, и вы видите, что программа провести реализацию вот в таком формате мне не дает. Почему? По организации Altair не хватает одной штуки товара принтер. Хорошо. Я сейчас сохраню. Так, значит, сделаем вот так вот. Значит, вот она у меня первая. Я ее, я отменю проведение. Пусть она пока остается от Orion, мы сейчас кое-что исправим, и к этому вернемся. Что мы будем с вами делать? Пойдем в финансовые результаты контроля, и у нас здесь есть вот такой подразделчик товародвижения между организациями. Посмотрим, что здесь нам доступно. Мы можем создать возврат, отчет по комиссии и передачу товаров. Значит, передача товаров от одного верлица к другому верлицу, имеется в виду именно это. У нас может быть либо в формате реализации, либо в формате передачи на комиссию. Ну, мы сейчас с вами будем говорить только о реализации. Значит, указываем отправитель Orion, указываем получатель Altair, склад остается, основной склад. Галочка посредник, она будет влиять на оформление первичных документов, когда вот до Юра идет такая передача не напрямую. Так, значит, товары добавим при интернете. Количество, ну, давайте, три штуки сделаем. Цена, ну, давайте, по 900 рублей мы будем передавать. Цену укажем ручками. Ну, и нажму провести и закрыть. Как вы видите, все нормально провелось. Я 3PrinterApps передал Altair. И давайте я проверю. Посмотрю по отчету, как это выглядит. И, значит, теперь я должен увидеть, что вот, пожалуйста, по организации Altair значатся три штуки принтера Эпсона. Вот у меня товар ушел от одного юридического лица другого. Теперь, естественно, у меня провести реализацию, которую я делал Altair, никаких проблем не составит. Программа мне должна выпущаться этим. Как вы видите, все нормально провелось. Программа разрешила мне все продать. Вот, в принципе, так это работает. Я могу сделать товарные операции. Как я уже сказал, в виде реализации, в виде передачи на комиссию. Естественно, если есть передача на комиссию, я могу создать отчеты по комиссии. И, естественно, я могу создать возврат. Ну, вот это вот все товарные операции. Что касается взаиморасчетов, здесь все достаточно просто. Здесь особого документа нет. Просто, когда вы создаете расходник-приходник, создаете поступление в списание, вы должны использовать соответствующую операцию. Не оплата поставщику, а оплата другой организации. Вот вся разница. Вот так. Но это еще не все. Дело в том, что у нас ситуация как может выглядеть? Вот мы все сидим в одной конторе. И при продаже менеджер, который вроде как должен работать от Альтаира, он видит товары на складе. Он хочет эти товары продать. Но для того, чтобы продать товары, это до юра не в собственности Альтаира. То есть ему надо написать служебку, или запрос какой-то сделали в базе, подождать, когда переместят. И только после всего этого ему разрешат что-то делать. А ведь может быть и еще сложнее. У нас есть несколько бытовых подразделений. Каждая отдельная организация, отдельное юрлицо. И надо, чтобы они работали с общего склада. А склад вообще какой-то другой организации принадлежит, которая, скажем, импортом занимается. И вот пилить на квоты, передавать. Ну, это на самом деле хлопотно и не очень удобно. И здесь вот как раз на помощь нам придет система интеркампани, которая позволяет вот этот вот процесс автоматизировать. Как это можно сделать? Напоминаю, что у нас на складе, помимо вот этих самых принтеров, интеракций, да, давайте я еще раз посмотрю. У нас на складе есть еще один, есть еще один Xerox. Вот этот вот самый Xerox, давайте сейчас Altair, Altair попробует продать без вот этого предварительного перемещения. Что для этого потребуется? Для этого нам потребуется сделать кое-какие предварительные настройки. Какие? финансовые результаты контроллинг. И мы видим здесь настройку, которая называется настройки передачи товаров между организациями. Вот она. Что мы здесь видим? У нас есть организация владельцев. у нас есть те же самые организации в колонках. И мы на пересечении строки и колонки можем определить, как, собственно говоря, будет происходить взаимодействие между организациями в плане использования в плане использования вот этого вот товарного запаса. Ну, как вы видите, Altair Altair не требуется ничего передавать, да, и так свое, и так понятно, да. Вот, значит, что нам здесь можно сделать? Вот организация владелец Орион, ксеркс принадлежит Ориону, и мы установим, что Орион может что-то передать Altair. Установим здесь настройку и укажем, что Орион передает товар Altair через продажу. Ну, здесь то же самое, можно продажу, можно комиссию, продажу. Валюта расчетов и цены, об этом я чуть позже вам скажу. Итак, Орион может передавать товар Altair. Что это нам дало? Еще раз посмотрим, что у нас сейчас делается с товарами организации. У нас есть три принтера у Altair на основном складе и есть один ксеркс вот он у Ориона на основном складе. И я сейчас пойду в продажу и я попробую вот этот самый ксерокс продать. Ксерокс одна штука продам от Altair. Хотя у Altair этого ксерокса нет. реализовано все то же самое. Автоматические скидки давайте, предоплату не надо. И, как вы видите, несмотря на то, что у Altair товара нет этого, нету ксерксу, накладная совершенно нормально провелась. если мы посмотрим ведомость по товарам организации, мы увидим, что оказывается, вот после этой реализации у нас одна штука ксерокса списалась с Ориона и одна штука ксерокса оприходовалась на Altair и после этого вписалась. То есть за счет вот этой настройки произошло перемещение. Как бы перемещение, потому что мы его еще не завершили. Для того, чтобы завершить это перемещение, псевдоперемещение, передача товара, для того, чтобы его завершить, мы должны с вами передачу сделать все-таки. но делаем мы ее постфатум и делаем в автоматическом режиме. Снова идем финансового результата контроллинг и вы видите, что вот в этом подразделчите товародвижения между организациями у нас есть еще такой пункт, как передача к оформлению. И мы видим, что у нас есть основания для оформления такой передачи. у нас есть реализация и для того, чтобы эта реализация была как бы легальной, мы должны ее подкрепить соответствующей передаче. Нажимаем оформить. Ну, как вы видите, автоматически создалась практически такая же реализация, но туда уже включен сервис. Я укажу какую-то цену передачи и проведу этот документ. ну, вот это и есть система интеркапа. Что еще мне осталось вам сказать? Значит, смотрите, когда мы настраивали вот эти передачи, я вам говорил, что здесь еще можно указать вид цены, то есть мы можем определить, по какой цене будет осуществляться передача товара от одной организации другой. этот вид цены передачи мы с вами задаем в разделе CRM маркетинг настройки и справочники видят цены, точно так же, как мы задаем продажницы. Есть только один нюанс. использовать в настройках вы сможете только те цены, у которых стоит галочка при передаче между организацией. То есть вы можете задать какую-то цену, которая не будет использоваться при продаже, по ней продать нельзя будет, но передать одному юридическому лицу другому юридическому лицу по этой цене будет возможно. Вот. Ну вот, как бы все. Какие вопросы у вас есть по этой схеме? программа после реализации примирает перемещение между организациями. Ну, это правильно называется не перемещение, а передача, но в принципе да, так и есть. Перемещение, значит, в терминологии программы перемещение это с одного склада на другой склад, а передача это от одного юридического лица, другого лица, но в целом именно так, да. А комплексная автоматизация в момент? Что, что? Комплексная автоматизация тоже есть? Да, комплексная автоматизация и РП в сегменте коммерческих операций они ничем не отличаются. Можно сказать, что управление торговлей просто взяли и в полном объеме впихнули туда. То есть тут, ну, естественно, там есть определенное расширение, скажем, связанное с тем, что производство присутствует. Вот. но по отношению к интеркампани там не добавляется ничего. То есть производство таким образом не работает. То есть произвести для другого юрлица не получится. И там единственное решение, которое может быть, это продать, вот точно так же передать работу. А производство фиксируется. Все. Ну, если интересно, приходите на полный курс управленческого учета. Там еще какие-то динамы расскажу. Спасибо за внимание.